Привет! Меня зовут Роман Даров. Это новости на Универтв. Давайте вместе узнаем, что интересного произошло в студенческие будни. Как изменится ряд институтов Казанского университета? В некоторые институты Казанского университета будут внесены изменения. Такое решение приняли на прошедшем ученом совете. Какие вопросы стали главными на повестке дня, расскажет Анна Глазунова. Очередное заседание ученого совета Казанского университета состоялось в преддверии праздников 27 апреля. Рассмотрели важный вопрос о реорганизации некоторых институтов КФУ, а также конкурсный отбор на должности. Обсуждение прошло под председательством проректора по научной деятельности Казанского университета Даниса Нургалиева. На заседании был поднят вопрос о ряде изменений в организационной структуре различных институтов при образовании и переименовании кафедр. Таких изменений ждет Институт управления экономикой и финансов КФУ. Происходит объединение кафедр. Из 11 кафедр институт предлагает, после преобразования будет 4 кафедры. Как отмечает директор института управления экономикой и финансов Нейля Бугауддинова, это поможет не только улучшить качество образования, но и быть более узнаваемыми. Все реорганизации нацелены на улучшение качества образования и на улучшение узнаваемости нашего института не только в Республике Татарстан и ПФО, но и в России и в мире. Мы ставим вопрос о развитии финансового инжиниринга, финансовых систем и уже несколько по-иному воспринимать работу с деньгами. Преобразования касались и других институтов. Ученый совет КФУ поддержал решение о внесении изменений в организационную структуру Высшей школы информационных технологий и информационных систем, а также Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Также было принято решение об открытии испытательного центра нефти, нефтепродуктов, битумных материалов, реагентов в Институте геологии и нефтегазовых технологий и инжинирингового центра робототехнических и аддитивных технологий в Инженерном институте. Обсуждение также развернулось вокруг критериев, учитываемых при формировании рейтинга преподавателей КФУ. Также были рассмотрены вопросы о представлении к присвоению почетных званий сотрудников университета и ряду других тем. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Ленардо Влитяров, Универньюз. Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ получил лицензию на ведение образовательной деятельности по специальностям ординатуры и медицинской аспирантуры. Лицензия дает возможность обучения в ординатуре по специальностям кардиологии, дерматовенерологии, стоматологии и другим направлениям. Были лицензированы программы фундаментальной и клинической медицины, медико-профилактического дела и формации. А теперь к другим новостям медицины КФУ. Ученые Казанского университета провели исследование, которое приближает открытие эффективного лекарства от хантавирусной инфекции на еще один шаг. Для этого наши исследователи изучили хантавирусы старого и нового света. К чему привел эксперимент, расскажет Аделья Шевелова. Сотрудники Института фундаментальной медицины и биологии КФУ совместно с иностранными коллегами провели анализ цитокинового профиля сыворотки крови больных хантавирусной инфекцией на разных стадиях заболевания. Хантавирусная инфекция представляет собой острые заболевания, клинически проявляющиеся в двух формах. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, известная как мышинная лихорадка, вызванная хантавирусами старого света. И хантавирусный легочный синдром, вызванный хантавирусами нового света. Как ученым удалось провести анализ цитокинового профиля, что это такое и чем вызван так называемый цитокиновый шторм, нам помог разобраться специалист в области регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Резванов. Клетки общаются друг с другом с помощью специальных белков, молекул. Это цитокины, химокины, энтролекины. Сравнивая вот этот цитокиновый профиль, мы можем сказать, как иммунная система реагирует на патоген и разработать новые диагностические методы, которые бы предсказали, заболевание будет развиваться по легкому или тяжелому сценарию. Несмотря на то, что на сегодняшний день пока не сформировано ни единого мнения ученых по поводу механизмов возникновения и течения хантавирусной инфекции, одним из распространенных предположений ее развития является так называемый цитокиновый шторм. Полученные результаты позволяют предположить, что несмотря на множество характерных особенностей хантавирусных инфекций, существуют различные цитокиновые маркеры, позволяющие дифференцировать всевозможные типы заболевания. В нашей лаборатории мы как раз исследуем пути, по которым иммунная система активируется и работает при том или ином заболевании, например, при инфекционных заболеваниях. И в отличие от многих других лабораторий мы не исследуем единичные цитокины. Предполагается, что исследовательские данные откроют новые возможности фундаментальных исследований, позволят лучше диагностировать тяжесть протекания заболевания и послужат основой для создания новых лекарств. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Неверниус. Сотрудники и студенты КФУ приняли участие в первом майском митинге профсоюзов Татарстана в Казани. Всего Казанский федеральный университет представляли более 120 человек. Делегаты университета вышли с флагами России, Татарстана и родного КФУ. Как отметили представители вуза, митинг прошел в традиционном духе единения. К остальным новостям. В КФУ был выставлен главный трофей КХЛ Кубок Гагарина. Его разместили в холле главного здания университета на улице Кремлевская. В течение часа студенты вуза могли воочию увидеть и сфотографироваться с кубком. 28-килограммовый главный трофей Констинентальной хоккейной лиги Кубок Гагарина начал свое путешествие по вузам Казани. Первой остановкой кубка, завоеванного в этом году Казанским хоккейным клубом Макбар, стал КФУ. В холле главного здания Казанского университета сотни студентов и преподавателей смогли сделать заветное фото с главным хоккейным трофеем страны. У Казанского федерального университета очень много поклонников хоккейного клуба Акбарс. Ежегодно мы болеем за наш любимый клуб, поэтому благодаря представителям хоккейного клуба Акбарс и активистам студенческого спортивного клуба КФУ данное мероприятие сегодня воплотилось в реальность. 7 мая Кубок Гагарин отправится в далекое путешествие с игроками Акбарс в том числе за границу с легионерами хоккейного клуба. Глеб Филиппов анонсировал, что перед началом очередного сезона континентальной хоккейной лиги хоккейный клуб Акбарс приведет ряд акций с участием университетского сообщества. Мы когда узнали, что у нас есть примерно недели до того, как Кубок поедет уже с игроками по их местам, мы быстро связались с кураторами университета, потому что мы работаем уже более трех лет с вузами. У хоккейного клуба Акбарс и КФУ давняя связь. Многие представители хоккейной школы Акбарс учились и учатся в нашем университете. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. Будущее уже наступило. Несколько стран в мире разрабатывают беспилотный транспорт. Как развивается технология дистанционного управления средствами передвижения в Китае и России, вам расскажет Артем Тупичкин. Китай успешно протестировал пассажирский беспилотник. Аппарат работает на электрических батареях. За раз он может перевезти одного человека или груз в 100 килограмм. Дрон может летать на высоте до 500 метров на максимальной скорости в 100 километров в час. Дрон прошел тесты в условиях тумана, жары и сильного ветра. Однако разработчики отмечают, что пока использование таких транспортных средств невозможно. Развитием беспилотного транспорта занят не только Китай. Производитель автомобилей КАМАЗ совместно с Cognitive Technologies разрабатывает свой вариант беспилотника. В проекте также участвует Казанский федеральный университет. Технология разрабатывается с 2015 года. Беспилотный транспорт на данный момент распознает автомобили, наиболее часто встречаемые дорожные знаки, пешеходов, независимо от их движения, и различные препятствия на дороге. Все это осуществляется благодаря радарам, активному оптическому сенсору, видеокамерам, системам связи и прочей бортовой электронике. Казанский федеральный университет разрабатывает систему связи с беспилотными автомобилями. Это дает КАМАЗу преимущество перед иностранными конкурентами. Мы строим, так сказать, системы, которые могут в течение длительного времени, используя наши, так сказать, разработки, скажем так, не привязываться к данным спутника, а иметь погрешность передвижения, ну, скажем так, накопленная погрешность передвижения за полчаса не более 10 сантиметров. Система позволяет автомобилю продолжать движение, несмотря на отсутствие связи со спутником. Модели других производителей, оказавшихся в неблагоприятных условиях, остановятся. Беспилотник КАМАЗа уже прошел испытания в компаниях «Газпромнефть-снабжение» и «Газпромнефть-Оренбург». В перспективе беспилотную технику можно применять на внутренних дорогах баз снабжения, а также зимних автодорогах, ведущих к нефтепромыслам. Артем Тупичкин, Универньюз. Это были новости на Универ ТВ. Продолжайте следить за нами в социальных сетях. До скорых встреч. Пока.